Тульская, Тамбовская и дальше пошла Краснодар, Ростов и так далее. Вот эти земли, они все освоены, все распахиваются. Борьба идет страшная, то есть ни одного клочка земли свободного нет. Поэтому, конечно, тема, которая побудила фермеров собраться и двинуться, это тема понятная. В России с 90-х годов осуществляется насильственный сгон крестьярств земли. Я так это воспринимаю, это моя личная точка зрения. Эта штука прикрывается разными умными программами, либеральными программами, которые говорят, что у нас слишком большие пространства, невыгодная дорожная инфраструктура, маленькие бесперспективные села. Но для того, чтобы уничтожить маленькое бесперспективное село где-нибудь в центральной полосе, достаточно убрать оттуда школу, что мы сейчас и видим сплошь и рядом, участкового, пункт, магазинчик какой-нибудь, почту и все. И практически вся молодежь за школой и вот за этими элементарными социальными условиями, молодежь вся уйдет из села. Останутся 3-5-4 семьи, в основном люди очень пожилого возраста. Деревня объявляется бесперспективной. До свидания. На юге не так. На юге как раз земля дорогая, земли все в собственности. И эти фермеры, которые едут, очевидно, они подверглись рейдерскому захвату. Это очевидно для меня, потому что крупные агрохолдинги, которые должны были занять место освободившихся территорий, но почему-то не заняли. Или, по крайней мере, земли скупили, но они далеко не все обрабатываются. Эти его агрохолдинги, конечно, на южные земли глаз положили давно. И, безусловно, каждая юридическая здесь возможность будет использована. В данном случае мы не затрагиваем вопрос о том, в какой форме осуществлялся рейдерский захват и осуществлялся ли он вообще. Может быть, это была аренда, и просто она закончилась. И потом у них просто отобрали право аренды и так далее. Это все надо разбираться отдельно. Наверное, собственно говоря, фермеры с этим и ехали к царю батюшке, в Москву. Но вот этот контекстный момент, связанный с тем, что земля в очень большом спросе, она дает неплохую сейчас прибыль, неплохой результат в процессе, так сказать, возникновения проблем и санкций. Это да. Поэтому здесь все, вот экономическая база понятна. Экономическая база, фоновая база понятна. Теперь берем следующий момент, контекстный опять-таки. Контекстный момент — это выборы. Выборы — важнейший момент. 18 сентября будут выборы. Соответственно, так или иначе, те или другие партии будут использовать любой повод, чтобы привлечь внимание. Как говорится, нас устраивает любой шум, кроме панихиды. Здесь удобный очень момент, удобный, так сказать, выход. Вы спрашиваете по поводу либералов, я отвечу очень просто. Может быть, еще время просто не дошло. Но я уверен, что либералы обязательно поднимут голос. Появятся какие-нибудь парнасы, какие-нибудь гражданские платформы. Яблоки вылезут наверняка. Они очень любят вот такие пограничные темы. И какая-то попытка на этой базе, во-первых, привлечь внимание к своему электорату, своего электората, к самому себе. И, во-вторых, конечно, пошуметь перед кинокамерами, что-то типа а-ля болотное. Оно будет обязательно в Москве, безусловно. Наконец, еще один контекст. Это контекст правительства. Четвертый контекст. Потому что я глубоко убежден, что правительству нужно придать закланию. Что президент, как верховный главнокомандующий, как блюститель, как защитник народа от бюрократии и от всякого рода произвола, он кого-то должен назначить козлом отпущения. Поскольку правительство для того и существует, чтобы его периодически отправляли в отставку, то очень похоже, что такой момент настал. Потому что проблем очень много в стране. И гораздо больше, чем мы видим. И еще больше, чем нам показывает официальная пропаганда, средства массовой информации или та же самая правящая партия Единая Россия. Очень много проблем. Очень глубоких проблем. Проблем структурных, системных. И в этом смысле даже можно признать некоторую правоту либералов, которые действуют со строго экономических позиций.